МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Пришло время подвести итоги вторника. В студии Олег Хатанзийский. Новости начинаются. Сельские школы могут перейти на электронные дневники уже в следующем году. Ненецкий информационно-аналитический центр совместно с региональной администрацией готовится запустить проект по созданию в субъекте единой сети передачи данных. Она должна появиться в каждом отдаленном населенном пункте. С сетью смогут работать в частности все медицинские организации, а также образовательные учреждения. Уникальность проекта заключается в том, что передача данных будет осуществляться по отдельному каналу, то есть без использования интернета. В случае успешной реализации проекта сельские врачи, к примеру, смогут круглосуточно и в любую погоду в режиме видеоконференции связываться с городскими специалистами для консультации по различным вопросам. Об этом заявил директор НИАЦ Павел Окладников во время записи программы «Актуальное интервью». Что касаемо образовательного сегмента, одной из целей, которая стоит в этом проекте, это обеспечить возможность в трудноступных селах, обеспечить возможность, скажем так, профильного образования. И зачастую существует проблема в селе о том, что не все учителя, все педагоги там представлены. Поэтому уже тестировано совместно с департаментом образования, совместно с Центром развития образования Ненинского округа, с нашими коллегами из регионального оператора связи. Как раз таки это возможность. То есть теперь любой школьник и любой педагог на селе может получить дополнительные сведения, дополнительные образовательные ресурсы. То есть в виде преподавателя здесь, на Ренмаре, преподаватель будет находиться здесь, на Ренмаре профильный. Урок, скажем, будет вестись в населенном пункте. Дальше мы здесь преследуем цель все-таки запустить электронные дневники или информационную систему нашего оригинального образования не только на территории Наринмара, искать или опять же, а так распространить на территорию всего субъекта, чтобы уже электронные дневники, а в некоторых школах Наринмара бумажные дневники отнанены уже совсем, эту практику перевести на территорию всего субъекта. То есть, скажем так, это два больших социальных посылок, которые мы преследуем для создания вот этой как раз таки сети. Опять здесь же можно сказать, что существует нехватка и библиотечного фонда в населенных пунктах. Тем самым мы сможем передавать и медиафайлы, и какие-то дополнительные материалы для самообразования и педагогов, и учеников в сельской местности. Напомню, локальная сеть будет работать без использования всемирной паутины, то есть на скорость интернета в том или ином населенном пункте сеть никак не повлияет. Планируется, что для передачи данных задействуют как оптоволоконный кабель, так и спутники. Проект реализуют по поручению Александра Цибульского. Другим темам предприятие «Севержилкомсервис» больше не будет доставлять бензин в поселок Бугрино для частных нужд. Причина – долги населения за поставленное ранее топливо. По данным пресс-службы администрации Заполярного района, за два последних года в общей сложности островитяне задолжали компании более двух миллионов рублей. И вот что заявили в «Севержилкомсервисе». Муниципальное предприятие «Севержилкомсервис» привозит в населенные пункты бензин по предварительным заявкам населения и реализует его по коммерческим ценам, так как эти поставки не субсидируются из бюджета. Сейчас предприятие ведет работу по взысканию долгов с населения. Жители Бугрино также задолжали за поставленный ранее уголь 788 тысяч рублей и дрова 88 тысяч рублей. Вместе с тем поставки твердого топлива в отдаленные муниципальные образования продолжаются. Накануне разгрузка баржи с углем началась в Селиома. Ранее еще одно морское судно доставило партию каменного угля в поселок Индиго. Всего же, по данным «Севержилкомсервиса», топливом в полном объеме уже обеспечена треть населенных пунктов. На минувшей неделе в Бугрино завезли годовой запас угля, дров, дизельного топлива и масел. Но в Наринмаре местную выпускницу оштрафовали на 3 тысячи рублей за шпаргалку на ЕГЭ. Об этом пишет пресс-служба городской администрации. В сообщении говорится, во время единого госэкзамена по истории одиннадцатиклассница воспользовалась записями, которые сделала у себя на руке. Девушка неоднократно покидала аудиторию, и после очередного выхода организатор увидела шпаргалку на телеэкзаменуемой. После выпускницу удалили из кабинета. Государственная экзаменационная комиссия приняла решение досрочно завершить тест и аннулировать результаты ее работы. Как пояснили в комиссии по делам несовершеннолетних, это первый случай удаления с экзамена в Наринмаре и Ненинского округа за все время существования ЕГЭ. Александр Цибульский подписал 20 новых законов. Все они были приняты на крайней сессии регионального парламента. Так, например, внесены изменения в 95-й окружной закон на перераспределении полномочий между органами местного самоправления и государственной властью региона. Подробности далее. Принятые поправки в 95-й закон – это итог полугодовой работы специально созданной рабочей группы. Она была сформирована по поручению главы Ненинского округа. В соответствии с изменениями основные полномочия в сфере ЖКХ Наринмар и Заполярный район продолжат исполнять самостоятельно. Ранее предполагалось, что по окончанию переходного периода эта отрасль станет регулироваться округом. То есть те предприятия, которые сейчас предоставляют гражданам услуги в сфере ЖКХ, в частности коммунального хозяйства в первую очередь, они остались и будут у муниципалов. И тогда, так сказать, главы могут себя чувствовать полновластными как хозяевами, так и отвечающими за предоставление этих услуг. И должны их предоставлять в полном объеме. А вот полномочия органов местного самоуправления Наринмара и поселка Искатели в сфере дорожной деятельности и обеспечения безопасности движения на дорогах местного значения будут переданы профильному департаменту. В Искателях это произойдет с 2019 года, в Наринмаре с 2020. Как пояснил Виктор Кметь, созданная рабочая группа рассмотрела обращение всех муниципалитетов, чего не было сделано при разработке 95-го окружного закона. Правда, как признается депутат, не все полномочия органы местного самоуправления готовы были вернуть обратно. Вот, например, образование вообще никто не захотел вернуть в школу. Почему? Потому что, честно говоря, за этот период бюджет округа, бюджет его доходная часть, в частности, она уменьшилась. И поэтому получать школу, а то и несколько, со всеми проблемами сопутствующими, которые связаны с обеспечением ее деятельности, главы не захотели. Поправки внесены также в закон о здравоохранении. В регионе создана еще одна мера социальной поддержки. Так, все сельские жители, которых направляют на обследование или лечение в Нинецкокружную больницу, теперь имеют право на бесплатный авиаперелет из своего поселка Донаринмара. В настоящий момент данная мера поддержки предоставляется в виде компенсации. Авиаперевозчик будет определяться посредством закупочных процедур. Такая уже практика существует по беременным женщинам, которые приезжают на скрининг. Были проведены аукционные процедуры, выиграл авиаотряд и в соответствии с потребованиями приезжают в окружной центр. Соответственно, гражданам не нужно будет нести предварительно свои расходы. Также региональные власти с 2019 года расширили перечень направлений использования средств окружного материнского капитала. У многодетных семей появится возможность потратить эту сумму на платную медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение и реабилитацию ребенка, а также на улучшение жилищных условий, в том числе проведение ремонта жилого помещения, находящегося не только в собственности членов семьи, но и в пользовании по договору социального найма. Хорошая новость есть и для предпринимателей. Владельцы малого и среднего бизнеса, ведущие свою деятельность на территории сельских поселений с 1 января 2019 года, будут оплачивать электричество по льготному тарифу. Такое снижение, конечно же, позволит развивать и остальные какие-то другие отрасли деятельности в сельских поселениях, создаст дополнительные рабочие места. Почему? Потому что на самом деле, когда 38 рублей за киловатт и в городе киловатт составляет 6 рублей за киловатт, ну считайте, что это вообще неравноценное условие в одном регионе. Кроме того, на сессии были внесены изменения в закон об окружном бюджете на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. Это четвертое с начала года корректировка главного финансового документа округа. Доходы казны 2018 увеличены на 81 миллион, расходы на 189 миллионов. Надежда Качегова, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Региональная избирательная комиссия накануне зарегистрировала первых кандидатов в депутата Архангельского областного собрания 7-го созыва от Ненецкого округа в списке трое человек. Это житель села Ома, председатель сельхозкооператива «Восход» Михаил Уткин, выдвинутый отделением «Справедливой России», председатель СПК Рыболовецкий колхоз «Заполярь» Михаил Кисляков из Нижней Пеши, сторонник Единой России, а также председатель постоянной комиссии собрания депутатов Ненецкого округа по вопросам молодежной политики, охраны, здоровья, культуры и спорта Андрей Ружников, партия «Родина». Председатель избиркома Георгий Попов сообщил на заседании, что рабочая группа изучила документы, представленные кандидатами, и оснований для отказа в регистрации не нашла. Напомню, всего же в депутаты Архангельского парламента от нашего субъекта выдвинулись пять человек. Помимо трех зарегистрированных кандидатов, это начальник отдела по связям с общественностью Ненецкой ТРК Кирилл Фролов, партия ЛДПР, и ведущий специалист Ненецкого информационно-аналитического центра Алексей Конюков КПРФ. Решение об их участии на выборах будет принято в ближайшие дни. В центре Наринмара появится литературный сквер. Его построят в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Проект природного комплекса уже разработан. Сквер возведут между зданиями третьей школы и многофункционального центра, сообщается на сайте мэрии. На территории будущего парка появятся современные тротуары из брусчатки, уличные фонари, новые деревья и даже бюсты поэтов и писателей Ненецкого края. Это семь литературных деятелей – Алексей Пичков, Прокопий Евтысый, Василий Литков, Маримьяна Голубкова, Алексей Коткин, Александр Конюков и Тимофей Синицын. Стоимость реализации проекта после внесения в него изменений Гостро-жилнадзором составляет порядка 8 миллионов рублей. Торги на определение подрядчика будут объявлены в конце июля. Сама же идея создания в Наринмаре сквера принадлежит членам литературного общества «Заполярье». Вообще идея увековечить имена тех людей, которые так прославляли наш округ, жили этим, делились своей любовью к округу не только в рамках нашего маленького региона, но и их творения переводили на языки многих народов мира. Родилась не вчера и не даже в тот момент, когда обсуждали возможные проекты каких-то памятных мест. Очень давно уже говорили о том, что надо больше популяризировать культуру, потому что все, что останется после нас, изменятся политические течения. Может быть, не дай бог, конечно, пропадут там природные ресурсы. А культура, песни, стихи – это то, что останется. И это будет одно из самых уютных мест в нашем и без того уже красивом городе. Это будет место, где на самом деле можно будет прийти вечером, посидеть на хорошо освещенной территории, на лавочке, назначить свидание своей девушке или своему парню, потому что тут будут скамеечки, тут будут бюсты наших великих литераторов, можно будет посидеть, подумать. Мы очень надеемся, что это не станет местом угола собачек, и все-таки люди будут более ответственно относиться. Это будет место силы, место творчества, место вдохновения. Напомню, за благоустройство так называемой общественной территории между третьей школой и МФЦ голосовали на Рейнмарце в рамках программы формирования комфортной городской среды в марте этого года. Тогда литературный сквер занял третье место в списке, он состоял из 11 проектов. Северная транспортная компания внесла изменения в расписание движения теплоходов. Речь идет о двух направлениях – это рейсы по маршруту на Рейнмар-Коткино и на Рейнмар-Макарова. Поправки согласованы с учредителем предприятия, администрации Заполярного района, а также департаментом строительства и ЖКХ. Итак, рейс из столицы региона в село Коткино теперь выполняется по воскресеньям, не по пятницам, как это было ранее. Также, напомню, изменено время отправления судов по маршруту на Рейнмар-Макарова и обратно. Из окружной столицы речной транспорт будет отходить в 8 утра и в 5 вечера из Макарова в 8.45 и в 17.45 соответственно. Как пояснил директор СТК Константин Климов, изменения связаны с пожеланиями жителей населенных пунктов. Северное управление Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии приступило к изучению популяции нельмы в Печоре. Специалисты уже несколько дней проводят анализ. В верховьях реки большая вода пока не позволяет поймать нужного количества рыбы, но ученые пробудут на Печоре вплоть до сентября. Надежда Качегова о первых результатах исследовательской работы. На первый взгляд это похоже на обычную рыбалку. Трое в лодке тащат вставную сеть, а пойманные хвосты аккуратно складывают в мешок. Только сегодняшний улов совсем не предназначен для будущего обеда. Эта квота научная и каждая выловленная особь – ценный исследовательский образец. Алексей Артеев – местный рыбак. Вместе со своим товарищем помогают архангельским ученым вылавливать рыбу. Выезжают на реку дважды в день – утром и вечером. Ловят двумя способами – вставной сетью и сплавками. Результат пока хваста царана. Всего пока один экземпляр. Ну и всего лишь два полноценных дня работы. Даже, я бы сказал, полтора. Ну, немного, но что-то есть. Наша задача – это собрать материал по Печорской Нельме. Данный вид в Красной книге находится, но, судя по нашим многолетним исследованиям, в принципе, численность ее уже восстановилась, поэтому нет смысла находиться ей там дальше. И для того, чтобы корректно сделать научное обоснование, необходимо собрать биоматериал. Ее давно надо убрать в Красной книге. Она же хищная рыба. Она же истребляет сеговую породу, истребляет много. Ряпушку. Когда рыбачим попадает часто, больше ее стало. Валерий Христолюбов – рыбак с большим стажем. Говорит, исключить Нельму из краснокнижного списка планировали давно. Однако от слов к делу все не переходили. Тогда как местные рыбаки уже много лет рискуют попасть под уголовную статью. В судебной практике нашего региона такие дела встречаются нередко. И заканчиваются они порой не только большими штрафами, но и реальными сроками. В этом году к практическому решению этого вопроса подошел уже Северный полярный институт. В этом году они начали уже работать в верховьях реки Печора. Как это будет на самом деле, это только скажет наука. Можно ее ловить, можно ее из красной книги выбирать или нельзя. То есть мы этого сказать не можем. Поэтому приглашены сотрудники этого института. Самое интересное в процессе исследования происходит вовсе не на реке. На научном судне вся пойманная рыба подвергается биоанализу. Специалистам института важны вес, размер, стадия зрелости, жирности и пол. Нельма ученым в этот день не попалась, поэтому показывают на других видах. Начинают с езя. Мы берем чешую на возраст, заворачиваем в специально подготовленную чешуйную книжку. А дальше уже непосредственно грязная работа. Так, смотрим, что это самец. Как вы это определили? Вот гонада, самец. Он, в принципе, недавно от неерестился, поэтому тут нет молок. Кстати, в желудочно-кишечном тракте этого экземпляра Алексей также обнаружил ленточных червей. Научный сотрудник уверяет, что паразиты в печорской рыбе далеко не редкость. Их много и в сегловых породах, и в семге. Но немного напугав этой информацией, эксперт тут же нас успокоил. Как говорят ученые-гельминтологи, в принципе, для опасных для человека паразитов в печоре, наверное, все-таки нет. Или, по крайней мере, они не попадались. Но я рисковать, конечно, не рекомендую. Делать какие-то выводы на начальной стадии исследований ученые пока не берутся. Но многолетние наблюдения показывают, что нельмы в печоре более чем достаточно. И в такой серьезной защите, как краснокнижный вид, она не нуждается. В районе Тошвицки ученые только приступили к своим исследованиям. В течение всего августа группа продолжит работать в республике Коми. Ну а затем отправится внизу в реки, чтобы в печорской губе продолжить исследование численности нельмы. Надежда Качигова, Сергей Качигов, Телеканал Север. В Дворце Спорта Норд возобновил свою работу бассейн. Как сообщило руководство учреждения, впервые за 13 лет проведен ремонт всех систем водоснабжения и обогрева. При этом старые магистрали заменили на новые. Напомню, профилактические работы начались еще в июне. Они проходили в закрытом режиме. В настоящее время бассейн открыт только для владельцев абонементов. А с сентября в нем традиционно начнут заниматься юные спортсмены. Между тем, по словам директора Норда Игоря Соколова, до конца лета будет обновлен тренажерный зал. Уже определен подрядчик, который закупит и доставит в Наринмар современный инвентарь. Параллельно с этим проводится текущий ремонт помещений, где разместят новое оборудование. Добавлю, средства на модернизацию тренажерного зала были выделены в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между региональной администрацией и компанией «Лукойл». И в завершении выпуска комплексный центр социального обслуживания совместно с региональным отделением «Российский Красный Крест» подвел предварительные итоги благотворительной акции «Добро как чудо». За две недели вы, жители округа, уже собрали свыше 300 килограммов различных подарков для детей-леневодов. Это одежда, обувь, игрушки, канцелярские принадлежности и многое другое. Напомню, принять участие в социальной акции можно до конца июля, а затем в августе все вещи будут переданы в общины Ямпто, Канин, сельхозкоперативы «Рассвет севера» и «Восход». Добавлю, сбор подарков для нуждающихся проходит в комплексном центре социального обслуживания по адресу город Наринмар, улица Рабочая, дом 17А. Телефон для справок 42180. В прошлом году в ходе благотворительной акции «Добро как чудо» удалось собрать порядка 350 килограммов вещей для юных жителей Тундры. Такова была информационная картина дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире. Поздaviaанская картина дня.